и всем привет путники интернета с вами не кецома какая-то я продолжаю играть дальше в love money rock'n'roll и сюжет набирает обороты вообще неизвестно когда финал до долго ли мне идти или нет на такое ощущение как будто скоро будет будет как раз таки эпилог все же итак теперь у нас дед с когда мы здесь у нас живут пока что временно и давайте ладно дальше читать и узнавать что же дальше произошло иногда наутро так хочется досмотреть внезапно облаковавшийся сон иногда хочется спать дальше потому что не чувствуешь себя отдохнувшим иногда просто не хочется вставать я же не помню когда вообще последний раз проспался бодрым и полным сил вскакивал скрывать и широко улыбаясь приветствовал новый день однако сегодня открыл глаза и сразу почувствовал как мутная жижа растекается внутри черепной коробки при каждом движении головы воспоминания пришли не сразу вязкий тягущий как гудрон они воскрешали в памяти событий вчерашнего дня которые благополучно забылись за ночь мне хотелось лишь перевернуться друг бога вновь провалиться в сон но тут сознание ворвались новые звуки доносящийся с кухни я с трудом стал одеясь аккуратно приоткрывали и высунул в проем голову к гамма готова завтра на лице застыла незнакомыми улыбка безмятежная улыбка человека занимающийся любимым делом доброе утро так давайте сразу вот смотрите химицу это химицу да она готовит она заботится о нас когда мы пока она готовит и что мы подобное или да она музыка из занимается окон выступает окей ладно смотрите кэтлин блин я не знаю ладно пока для меня конкретно когда мы выходим доброе утро я вышел на кухню протираю глаза и приглашаю и приглаживаю растопленные волосы у доброе утро когда мы обернулась я комиссар и пока секунд продолжал улыбаться мы затем все-таки сделалось серьезно как будто готовить к обсуждению каких-то важных вопросов а то девушка с нами зато как не будет он еще зацветло ушел в полицию ясно после пробуждениями всегда требует некоторое время на раскачку так что сейчас особенно присутствие по сторонам человека совершенно не знал о чем говорить ладно тогда решил приводить себя в порядок в ванной сушилась новое полотенце на полочке рядом с зеркалом лежала новая зубная паста и две щетки принципе в этом не было ничего особенного у меня почему-то на стороне насторожило этакое самоуправство когда мы когда вернулся на кухне завтрак уже стоял на столе приятного аппетита если напротив кого мне не сказав ни слова наложил себе миску риса побольше впрочем и мы ой блин подождите и чуть-чуть потише сделала впрочем и моя новая соседка очевидно предпочитала есть молча однако завтра оказался исключительно вкусным и не отметить этого я просто недавно хорошо наверно хочешь стать поваром чего ты взял спросила на даже не взглянув на меня но у тебя отлично получается вот я подумал многие люди хорошо готовят на экономике многие люди хорошо готовят на экономике столько поваров не нужно увлекаешься экономикой можно и так сказать хочет стать экономистом значит планеты поступить на экономический факультет в тадо и ого спокойно ответил как будто рассказывал просыпан на вещи спокойно ответил на как плану возможно спокойно ответил на как будто рассказал это свои плана на лечим тогда и удивился и а что такого и мог представить или или майкл авто да и даже возможно кирске ты чё такого наверно просто и никогда не задумывался это дает туда наверняка сложно поступить. Достаточно сдать экзамен. Достаточно. Ухмыльнулся. Тоже понял, что, в принципе, это было право. В конце концов, даже те самые экзамены придуманы для того, чтобы стать непреодолимым барьером, и для того, чтобы выявить лучших. Вступительные? Ну да. В конце концов, даже те самые экзамены придуманы не для того, чтобы стать непреодолимым барьером, а для того, чтобы выявить лучших. Хотя, ладно, извини, просто для меня тогда это что-то такое. Ну, ну и видно. Ухмыльнулась, как мы впервые посмотрели у меня в глаза. И что это значит? Видимо, то, что ты трезво оцениваешь свои возможности. Слобы, как звучали обидно, но скоро придраться было не к чему, она просто константировала факт. Ладно, скажи лучше, что ты собираешься делать дальше? Дальше? С этим рестораном. С Кавашимой и Осакурой. С поисками отца, наконец. Она, пожалуй, приличная, принялась ловить палочками последние зернышки риса. Ну да, теперь ведь это всё, это моя ответственность. Так ведь, саркатически было своё, но Кагома никак не реагировала. Твой дед вчера говорил, что вы и без денег остались. Сколько тебе нужно? Сейчас, подожди, сбегай за кошельком. Я скачал со стола, уже собирался действий, и действительно идти за деньгами. Не касано, вспокойся, холодно сказала она. Прямо сейчас нет смысла дёргаться. Да? А что же тогда есть смысл сейчас делать? Да, всё-таки вернулся к столу. Сегодня воскресенье, чем ты обычно занят по воскресеньям? Я? Да ничем. Она вдруг улыбнулась с стола и начала собирать тарелки с стола. Тогда тебе ничего и придумывать не придётся. Я смотрел за тем, как его моют посуду, я пытался осознать весь комизм ситуации. Только в киоскиной манги на полу угона героя сваливается девушка, которая решительно некуда пойти, и она не начинает жить вместе. Идеальный сценарий не вписывался лишь дед, но возможно он просто понял какую-то пока неведомую мне функцию. Если исследовать логики манги дальше, то за мою любовь должна начаться ожесточённая борьба между кордом и Хилису Тетлину, наверное, ещё и Эли. Дабы довести часу героинь до 4. Однако меня самого такое развитие событий не сильно подельщало. Чтобы быть хозяином гарема, нужно много сил, и я с трудом спокоился даже с собственной жизнью. В какой-то степени сожидеться с Кагома было удобно, хотя по оготовке тебе беспокоиться не придётся. О готовке. Зато придётся объяснять всё это химицу. Ника-сан. Кажется, я замечтался. А? Ника-сан, а где у тебя средства для мытья посуды? Средства для мытья посуды. Блин, я не повторяю. Он пытался понять значение сложного иностранного слова. А у меня его нет, вон было лежит. Нет, как нет? А зачем? Как садушно улыбнулся. Ай, всё ясно. Нахмариваюсь, как он отвернулась караками. Но у нас тут не ресторан, посуде немного нужно и так помыть. Натальяка всё равно уже расстаётся. Ладно, я понял, куплю. Сказал я, а потом задумался. И суток не прошло, она уже командует в моём доме. Тогда купи ещё новые губки, а то вот этим ничего. Сука. Тогда купи ещё и новые губки, а то вот этим ничего не отмоешь. Она подняла вверх губку, которая мне показалась. Я нормально. Что-нибудь ещё? Деланно вежливым тоном, спросил я. Да, на самом деле, начала по голове, но тут же спохватилась. И наверное, не своё дело лезу. Но ведь у неё был совсем не извиняющийся. Это мне не сложно. Продолжу я играть роль радушного хозяина. Конечно, я могу помыть посуду и так. Извини меня, Никасана. И тут я почему-то почувствую себя виноватым. Я всё равно соберусь в хозяйственный магазин. Вот и отлично. Глубнулась она и закрыла кран. Тут раздался звонок в дверь. Ага, я был какой-то степени рад, что он прервал этот невеселый разговор. Наверное, дедушка вернулся. Стрепнулась, как бы мы поспешил в прихожую. Я встал, направился за ней. Ага. Не, явно не он. Одна когда пороге нас ждала... Элли! Привет. Поздоровался я. Кагама последние годы спряталась у меня за спиной. Ой, бля, тихо назад. Ник, доброе утро. Я не помешала? Она заметно нервничала. Помешала? Ну, знаешь, я тут... Бубнил я, но Элли мне перебила. Я задержал, чтобы спросить. То есть, я хотел узнать, ты подумал надо в нашем предложении? Предложении? Она нахмурилась. Насчёт того, чтобы играть на басу в The Fields. А... Ну, конечно. Протянул я слона только что. Понял решение. Практически задача на которой бился много часов. Знаешь, сейчас не самый подходящий момент. Мне не хватало решимости просто отказаться выиграть или даже если про себя я уже решил, что не смогу играть её в группе. Ты не один? Или я ловко заглянул мне за спину видео в Кагом, которая вся сжалась и как будто даже стала занимать меньше места. А? 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 Внимая сцена продолжалась довольно долго. Интересно, а будет что-то такое странное в том, что потом пришёл ко мне домой воскресный утром? Возможно и нет. Но я был уверен, что ли реагировать на это как на что совершенно адекватное. Не хочет. Ой, бля. А. А она что здесь сделает? Или переступил через порог, а машинально отошёл в сторону. Чем-то на меня, кстати, он здесь похож. Немножко. Понимаешь, но Кагомо отмалчиваться не стала. Твой так называемый друзья с открытым рестораном. А нека сам любезно предложил нам, деточка, пока что пожить у него. А у тебя с этим какие-то проблемы? Предложил? что или конечно не ожидал это по объяснению происходящего что слышала какая-то я не понимаю нет но и ресторан действительно сгорел я действительно предложил бы ночевать у меня потому что принять разбивчиво объяснить на кодума вновь меня перебила не касан ты не обязаны не оправдываться ты не оправдываясь и ник это правда но я своими глазами конечно я не видел а вот значит как ты просто величие на слово хочешь посмотреть на пепелище валяю вере на адресе знаешь трудно было подготовить другом его уже легче всего фальсифицировать что-то что не поддаются проверки легче всего фальсифицировать что-то что не поддается проверки можно показать что египетские пирамиды построены на планете одели что увидели летающую тарелку в конечном счете вас просто посчитать дураком но не откроем нам уже отцом все еще будет опять за сложнее будет доказать например что американцы не были на луне что касается ресторана кругом тут это на луну лететь не надо если даже это так то причем тут мои друзья а кто еще и мог это сделать как раз за того как она замолчала по себе людей не судит если ты можешь позволить себе распускать руки то остальные нет для них то здравом умея не будет отвечать поджогом на пощечина и слога логика к вашему ассаку кай блять опять это имя конечно оторвано но не бодитки же и для преступников это тоже как-то слишком учитывая плотность застройки и ветхость деревянных зданий сгореть мог весь квартал если вдуматься все это действительно больше проходила на работу и маньяка я не не верю в совпадение кто еще мог это сделать а мне какое дело пусть полиция разбирается полиция ухмальновой скобом и тут же закричала вот его деда и полиция в кармане сразу что он всех нас не убил возни меньше миг впустите в эту бесноватую может она самый ресторан и поджог не сожгла когда мало видела как паровой котел готовы загваться перегрела девочки успокойтесь неверное лепетал и было понятно что это это куда настолько уверенно в своей правоте что здесь и сейчас пытаться их переведить бесполезно я чувствую себя судьей боксерского пединка который безуспешно кричит брейд главное чтобы это спор не передаваться настоящую драку а ты сейчас защищаешь ник не ожидал от тебя просто никасан понимаетесь не насущность твоих друзей и так никасан и совершенно не хотелось выступать трофеем за обладанием которого рождущая сторона готовы глотки перекрыть друг другу девчонки советую не делать посмешных выводов а тут так все ясно кто еще мог это сделать теперь да надо привлечь к ответственности за клевету было бы неплохо тогда по крайней мере можно надеяться на то что будет хоть какое-то расследование когда мог похоже было действительно вредно в том что это сразу же именно кавашима с асакурой не ожидалось и такого однако или или однако или проигнорировали слова а тебе такой соблюдить безупречной принцессы какой черт это вообще сюда приперлась других парней вокруг мало ухтем тебя вот видимо мало могла бы и в гостиницу пойти не могла огрызнулась как она естественно пока деньги она еле рассказывать не хотела тогда к друзьям хотя просто тебе же нет друзей не тогда к родственникам они то есть с локатства или ли со стороны это взглядел довольно некрасиво твое дело я пришел к никасана потому что потому что она не знал что ответить на язвительные замечания или только лишь с ней краснелы от нас кубе я понимал что долго так продолжаться не может все доброго еще правда подерутся однако после всего я уже не могу встать на сторону или это бы означало немедленно выгонять как он из дедов из дома ага получается они еще не знает это не твои дела закричал коган или я думаю тебя лучше уйти извини наконец мешал себя пока не стало слишком поздно широкий ты души человек нет ухмыльного сена и вышла на улице я позвоню не трудись бросил игры вышел со двора вот так не успех начаться завершилась моя музыкальная карьера и вкусней ну что это было и обернулся когда мы это мне тебя следует спросить меня мог бы пораньше и выгнать фыкнула на и ушла на кухню но ты ну блин ну ладно ладно вот эта ситуация меня дошла к звездил его фыкнула на и ушла на кухне все закончилось быстрее чем успел понять что же произошло и указать его или заявиться в такую рань сегодня ведь даже не понедельник и вздохнул закрыл дверь и не хотя последовало за когда мы понимаем что этот разговор еще не закончена у жуковой пересохла посуда же успела высохнуть запахσα на питательного за утро к вывет его 3 мая кухна вне встал куда меня вы ее менее уютным местом подойдите посуду жестового высохнуть запах вкусного питательного за 5 к посуду уже успел высохнуть Запах вкусного и питательного завтра только выветрился, и моя кухня вновь стала куда менее уютным местом. Кагома сидела за столом и нервно барабанила по нему пальцами. «Ты могла хотя бы дать мне поговорить с ней наедине?» Я медленно прошелся взад-вперед и становился напротив Кагомы. Она выглядела так, словно ждет своей очереди на непроглядную процедуру в больнице. Кагома молча и отсутствующим взглядом смотрел куда-то в пространство перед собой. «Элли же тебе ничего не сделала». «Ничего не сделала, да, Никасан? Ты по поводу так считаешь?» Злобно усмехнулась она. «А ты что, думаешь, внучка Кабояши Джуна будет по ночам чужие дома сжигать?» «Я согласен, что у тебя есть все основания подозревать Кавашиму с Асакурой, но вряд ли Элли подавала им канистру с бензином». Она, когда мы закосили губу, будто чуть не сказал что-то в высшей степени некультурное. «Да в любом случае виновата!» «Это у нас прямо Макс и Энгельс в одном лице. Непримиримый классовый борец». «Угу. Съязвил я, но моя жрица была явно ненастроена смеяться. «Почему ты так ненавидишь, Элли? А за что я должна ее любить?» «Любить не должна, но уважать». Я вздохнул и замолчал, пытаясь на ходу решить, стоит ли вообще об этом говорить. «Мне иногда кажется, что у тебя прямо такие фиксации. Она могла бы не допустить всего этого». «Мне не хотелось с ней соглашаться, но часик обама была права». «Элли действительно обещала поговорить с ними, и даже поговорила, если верить ей». «Ну от нее-то что зависит?» «С другой стороны, она не может и не должна отвечать за действия других». «Да. Мне же в конце концов не банда». «Я тут же вспомнил стычку с ними в баре, и на мгновение усомнился в истинной природе этой компашки. «С другой стороны, еще вчера я думал, что Кабашиме и Сосакура понадобится какое-то время, чтобы переводить прощечину к Кагону. Мстить сразу было неразумно. Они тут же станут головными подозреваемыми. По крайней мере, мне это казалось. А получилось все так, как получилось. Если бы я, в свою очередь, провел большую дальновидность, то, возможно, сейчас бы на солдатстве тишиной воскресного утра, а не вела бы этот бессмысленный разговор с Каганом. «После драки кулаками не машут». «Все начинается с малой, и через 10 минут она будет ломать жизни уже тысячам семей». «Ой». «После драки кулаками не машут». «Все начинается с малого». «А через 10 лет она будет ломать жизни уже тысячам семей». «Ты преувеличиваешь». «С чего это?» «Ты в этом уверен, Никасан?» «Мои прогнозы не всегда сбываются. За примерами далеко ходить не надо, но представители в роли поведительности империи злая, я никак не мог». «Тогда ей, наверное, не стоит бросать музыку». «Что?» «Говоришь, что ей не стоит бросать музыку, как Гитлеру не стоило бросать живопись». «Хм!» «Отвести шутки шутишь, Никасан, я вдруг понял, что Каганом куда чаще стала называть меня по имени». «Это было приятно, но в то же время в глубине души появилась какая-то непонятная тревога, бесформенная, как сгустки дыма в темной комнате». «Ну да, шутим потихоньку, такова она нелегкая доля клоунская». «Ну да, шутим потихоньку, такова она нелегкая доля клоунская». «Рада, что тебе весело». «На самом деле, мне, конечно, не было весело». «Тую ситуацию ссорить со всеми подряд». «Со всеми подряд это кон... или конкретно с Кабояши». «Каганом и внимательно смотрел на меня, как будто мы играли в мафию». «На счёте ты намекаешь?» «От этого сгоряда тут же стало не по себе». «У тебя к ней больно трепетные отношения?» «Подумай только, кто-то смел плохо думать о госпоже». «Эх, ладно». «Вздохнул я, понял, бессмысленность дальнейшего разговора на эту тему». «Каганом, очевидно, человек, которого, в принципе, сложно переубедить, а если уж она в чём-то уверена, то и вообще бесполезно пробовать». «В двери постучали, но настолько тихо и аккуратно, что я её раз слышу». «А вот это наверняка дедушка, она бросилась в прихожину в этот раз и успел её опередить». «Котя действительно, кроме деда ждать было некого». «Однако, совершенно не вовремя заявился кёски». «Хебаси!» «Открыв дверь, я замер на пороге, смотря на него, а затем повернулся к Агаме, а потом нас перевёл заед на друга». «Никой не знал, что у тебя гости», — сказал он, смущенно. «Да, вот, и вам Макасан зашла, чтобы...» «Инакода придумал, правда, не тут на дворе появился дед, и, видимо, не замечая кёски, поковырял к крыльцу». «Никаку на тебя гости? Тогда не буду мешать». Он медленно прошёл меня, сняв обувь на правосина кухне. Снимая сцена продолжалась ещё какое-то время. «А-а-а-а-а...» «Ладно, вздохнул я, словно вырвался из душного помещения, нас держал воздух. случилось так что думала могла сгорел и я предложу ей я что пожить у меня на пару дней пока ну короче вот так ясно протянул он улыбнулся только не рассказывай никому это просто чрезвычайно обстоятельства и все понимание улыбнулся он еще шире могила я вновь посмотрел на когда она стояла плотно сжав губы искрестив руки на груди тогда не буду вам мешать увидимся завтра в школе а как у аху это заходил его могу сам если он поклонился он ушел но только этого не хватало ты вообще хоть спросить он пришел а что такое стесняешься что о моих обстоятельствах узнают школе если знает киоски знаете все школу то есть стесняешься похмельнулась она ладно чего уж теперь говорить ну как ты знаешь мне больше не смущает не этот факт а то что теперь живут вместе а в этом смысла и громко хлопнул дверью вернулся на кухню посредине комнаты стоял дед и озирался вокруг словно поисках чего-то когда мы тут же набросилась на него с расспросами ну что узнал старик же медленно подошел к столу и пустился на стол трещая всеми суставами хрустя позвоночник казалось его чуть-чуть и она развалится на части как деревянная кукла господа полицейские говорят что работают ищут преступников а конкретнее сказали что сообщает если будут какие-то новости куда сообщать то ты им сказал что мы сейчас живем у никосана где-то посмотрел на нее с удивлением ой какому тян забыл извини понятно номер то а куда не сообщит ты не сказал понятно странно на каком отреагировал достаточно спокойно давай сейчас хожу и не надо я сама иди отдыхали где-то тяжело выдохнул нет разочарование скорее от бессилия хорошо быть молодым и ушел в бывшую родительскую комнату где я постелил им футоны видишь как я и говорил полиция ничего расследовать не собирается подожди прошу всего день если преступника не задержали по горячим следам то потом поймать его становится значительно сложнее как бы блять как тебе сказать это как-то странно даже звучит типа то что вы покоряете по горячим следам типа тому подобное а как они это все сделают личный опыт статистика есть три вида уже ложь наглая ложь и статистика сам придумал нет это марк твен кто было странно что когома собирается поступать туда но не знает такого известного писателя какой там сосредо характеризировал я даже лучше чем отношение к или было странно что когома собирается поступать туда не знаю такого известного писателя в каком-то смысле это характеризовал я даже лучше чем отношение к или чего-то смысле это характеризовал я даже лучше чем отношение к или писал книжки про томасу я байки гильбери финна притянула на без особо интересные и только что сообщили угол наклона орбиты юпитера к плоскости эклиптики ёптвою нахуй мать давайте даже вдумались угол наклона орбиты и питера к плоскости эклиптики что такое клиптика вообще и как-то мак твен поможет нам найти поджигателей просто прямо примерно сказать образный если бы философствия не помогали рассказать преступления этому бы научили полицейской школе какая-то прагматичная это комплимент для слова такие прагматичные я вот не знаю что это хочу делать если бы философствия не помогали рассказать если бы философствия не помогали рассказать преступление это мы получили при советской школе короче умная какая-то прагматичная это комплимент на руку логнулся зубнулась когда на то есть ты забираешься сама искать поджигать и поджигателей не знаю кто это сделал осталось только доказать их виновность это уверенно я хотел сказать что если ты действительно хорошим а сакура и компания то один ресторан они уже сожгли и могут на этом не остановиться я хотел сказать что если это действительно кавашима а сакура и компания то один ресторан они уже подожгли и могут на этом не остановиться у меня перед глазами сразу стало лицо туповатый а сакурой хитрый но тоже не больно умный кавашима и кавашима как больше лучше сказать они проходили на жестоких преступниц не больше чем или на злую императрицу конечно кагома меня об этом не просила но я уже не стал я уже конечно кагома меня об этом не просила но я уже стал невольным участником ее жизни пока не мере на то время что она планирует остаться у меня дома составить я компанию как хочешь спокойно пожал на плечами вышел прихожая неожиданный ответ я застал на месте иначе как суток с тем было связание как он уже успел обуться и выйти со двора он новый фон но я его конечно видео раньше тем не менее денег все не выдался побольше и воскресное утро так и располагал прогулку когда я догнал кагом она немного замедлила шаг это видно что эти полицию хорошие идеи и же должна им сообщить как с нами связаться если они что-то найдут тоже сама 5 минут на выгодил что полиции заниматься тем дел не будет говорила на хочу пока не бери сделать все что от меня зависит правильно делаешь понятно что сообщить хоть какие-то контакты полиции было необходимо в любом случае конце концов нельзя исключить и вариант случайного возгорания или поджога но совершенно не бодинской и бригады к вашим вашими твойных ее до в мирное в русло ну что это ты намекаешь тоже сама говорила что прогнала к вашему сосаку когда не пришел к тебе в ресторан а что мне надо было их чаем с токсиком напоить больного сына вместо того чтобы начать возмущаться нет и не про это для начала тебя вообще не стоило здесь драку что не касаемо не женское это дело стоять за себе да причем тут это она так обидно уснов молялась что внезапно почувствую себя виноватым словно и правда сказнул какой-то неисус вест на лучшую ну блять ну и ккз вроде как а хотя ладно забить тебе за легко задеть не касан засмеялась когда на кто бы говорил тогда бурчевые по годов уважать такой как-то сразу восхотелось но идем дальше а здесь у нас как вам мы побывали полицейском участке местные стражи порядка действительно не выглядели особенно заинтересованной своей работой 5 и таки очевидно в общем я раньше не имел дело с полиции так что мне было не с чем сравнивать джок неохотно записал мой адрес номер телефона явно давай понять что его оторвали от важного дела хотя когда машина просто листоку журнал и явно с большими сихиками да на улице когда мы вышли расстроены и раздосадованы вот видишь как я говорила может это все у них просто руками как это читается извиняюсь еще раз под с просто рук не сказала неуверенно если там все такие как тут жирный тип приемных надеяться действительно не на что раз уж мы здесь может взглянем на я замялся на то что осталось от нового ресторана ты мне не веришь не касан думаешь я все придумала господи ничего такого я не говорил ну реально это уже какая-то херня не говорил но подумал сколько можно успокойся я шучу друг улыбнулась она пойдем я сама хотела посмотреть еще разок может что-то еще и уцелела давайте посмотрим а внову на нету вид вид у ресторана когда мы точнее того что от него осталось был плачевный очевидно старое деревянное здание распыхнуло как спичка и сгорело почти мгновенно слава богу когда мысли где-то мы спели выбраться стоп а ну нет ну ладно слава богу когда мы с дедом успели выбраться на месте ресторана лежали только обугленные деревяшки обгоревшая кухонная техника тут и там блестели а еще тут и там блестели отмытой водой из пожарной машины тарелки чашки ложки прочь а посуду 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 посредине пепелище одиноко стоял непонятно как сохранивший почти нетронутый огнем стул рядом лежала сковородка причем я не могу прочитать рядом лежала сковородка наполненная головешками напоминающим подгоревшие тосты в ними над нами кружу воронье видимо еще чем поживиться конечно же огонь не пощадил ничего сколько-нибудь цену к вам осторожно прошлось по останкам ресторанчика дыры моря пока я тактично ждал сторонке каково это в одночасье лишится всего что имеешь я потерял родителей но у меня все же осталось крыши над головой и как потом выяснилось счет банки понятно что никакое имущество не заменит близко человека на болевать всегда легче макс и дэси чем копаясь у развалина ну ты сравнил блин ну ладно когда мы за за закончил осмотром мы вернулись к станции поехали домой сказала она я про себя отметил что это вообще-то мой дом но слух ничего не сказал понимаю состояние стороны ты какой-то блядь по дороге к дому выглядел так слона сама только что вылезла из пекла может не стоило все таки все таки туда ходить осторожно спросил я она ответила не сразу стоило и теперь я точно знаю кому и за что должна сомстить отомстить удивился каким же образом убьешь что ли тогда их вон сколько но поп на молчал было видно что это молчание дается и не просто если ты замышляешь что-то противозаконное то я должен знать тебе не касается наконец прошу это расшипела на сквозь зубы не касалось бы если бы ты не решила пожить у меня дома а вот как какому закусил губу и становилось я не знаю что делать но и щуки задрожали а на глаза навернулись слезы не могу же им просто простить этот как же я буду жить дальше знаешь эти твари разгуливают на свободе ухмыляются не касано ты знаешь что в наш ресторан ходили люди со своего со своей округи например кавасаки сан и мужа больше 90 90 лет у него 19 ног еще больше проходит что например кавасаки сан не касано что нашли царан ходили люди со всей округи например кавасаки сану уже больше 90 лет 12 внуков все больше правнуков suzuki сан ходит в море на траулере и всегда возвращаясь на берег забитых на выпить кружку другую honda сан часто играл с дедом в год год это логическое настольное краску локим стратегическим содержанием воздействие детям китая по разным оценкам адукты до тысяч лет назад ну ладно окей возникшая в древнем китае по разным оценкам адукты 5000 лет назад окей ладно фонда сан часто играл с дедом в голову ладно хватит я все понял эти люди десятки других тоже пострадавшие ой ну прям уж так серьезно решились блять и магазина ну ладно это семейный ресторанчик так сказать был эти люди десятки других тоже пострадавшие я не спорю что виноваты даже принести наказание но тоже не полиция не частный детектив но и должна я должна она громко разогдалась прям посреди улицы такого сыры бы неодобрительно поглядывали мою сторону ничего не осталось кроме как обнять ее и попытаться утешить кого мы не отстранилась но и не прижалась ко мне просто стояла плакал как будто прислонившись к стене но все все наконец к вам немного успокоюсь вытерла слезы платочком посмотрела на меня извините кассан что закатал закатил сцену ты мне на мне это не похоже спасибо что позволил нам пожить у тебя да не за что я все понимаю как вам оговорилась нажимом явно пытались казаться искренне и немного смутился не касано не всегда правильно выражать свои эмоции его показаться грубой я знаю но мой дедушка действительно признательны тебе ладно ладно я просто поступил как порядочный человек любым на месте поступил бы точно так же каком и загадочно посмотрела на меня и пожал плечами и мы уже идем до на обратном пути мы почти не разговаривали она похоже сказал уже все что хотела я чувствую какую-то непонятную неловкость и поэтому молчу однако когда мы затащила меня магазина купила нехитрый набор продуктов для обеда и даже расплатилась своими деньгами на мое замечание что это ее последние деньги как вам лишь выкнула но будет еще тогда дома нас ждал дед который громогласно храпел при мастившись за за кататься это вот это вот что ли кататься то что посередине вот не эта картина и несколько смутила вот какому как будто вообще не выразил на него никакого внимания ладно пока обедать наверное она с недоверием посмотрела на часы ты меня спрашиваешь тебя кого еще ну давай осторожно согласились и когда мы готовим обед каким-то о музыка когда мы готовим обед с каким-то иступление они как-то мог решить лучше сидеть на кухне и ждать или пойти в свою комнату телевизор мешал включить спящий дед который даже не заметил чтобы вернулись в отсутствие других альтернатив прекрасно время подумать если калашима сосакова действительно виновны то есть действие выглядит крайне нелогично сначала угрожать когда мы а затем этой же ночи же через так конечно можно было предположить что они окончательно обнаглели от собственной безнаказанности и озверили от все дозволенности на пока не мере калашимой не производил впечатление полной дуры я не знал кем были хранитель на поджог это уже не мелко и хулиганство легко потерять как а прикиньте она в полиции вспомнил а помнишь блин подождите а по-моему наш сказала что калашима домой моешь отец в этом вспомнил по моему в полиции легко потерять контроль над собой кредит и высоко постоянно сходит оскорбление и унижение несерьезной драки далеко не все школьные хулиганы становятся вот или настоящими преступниками но на то правду да к тому же им всем было что терять деньги положение репутацию достаточно ли просто желание отомстить за пощечину чтобы поставить на концу это мог бы даже представить что-то вашему попросит парней изнасиловать когда нажигать и ресторан ночью когда все спят у риск что будет жертв оказался неоправданно высоким кто-то виноват возможно дальнейшем полицейские а может это кгбшники возможно дальнейшем полицейские установят более до планшопа для случайного загадания я не знаю как ресторан дорога моря шли дела с точки зрения бизнеса но очевидно если у них были проблемы то вряд ли кредит это достали уничтожить единственное средство заработка должника да наверно конкуренты судя по тому как рассказал каком про всех датаев можно было за достаточно долей уверенности предположить что к ним годами уходили одни и те же люди клиническая база обновлялась слабо да и целом весь ресторан производил впечатление заведения которые едва сводил конце с концами по всему выходило что очевидно на тему строить пожар не у кого не было ни у кого кроме к вашим из сахара до уверен что ли может это или где позже приходила но все-таки это неадекватно ответ на простой по счетчику вдохнули и сел кудовыми визитивные чего вздыхаешь скоро будет готова недовольно это за войска дома да нет и не за это а из-за чего труда и покосился на дедом тут предложил хватить и просто думал что для обычных школьников заниматься поджогами это чересчур а для кого не чересчур она положила нож и повернулся ко мне мне не показалось что мне не показалось что-то вашим полной долгом а ведь она у них за главную после или и сама посудили они днем приходите в рестораны отношения выяснять а уж дочь и сжигает его на кого пойдет подожрение в первую очередь расслужаясь позиции человека который боится последствий к вашему же может вообще не задуматься о том что и когда-нибудь придется отвечать за свои действия деньги автоматически не делайте идиотом как бы мы ничего не от этого продолжила готовить ты не согласна я знаю что это они и все просто знаешь и не хочу выступать это рука там делу но презумпцию невиновности никто не отменял то есть это тебе придется доказывать их приятные словечки если честно я не хочу выступать адвокатом делала но презумпцию невиновности никто не отменял то есть это тебе придется доказывать их ему они им свою невиновность конечно если не оставили на месте преступления например канистры с отпечатками пальцев это поклоня что по сути говоря сам собой как он у меня уже давно не слушала и ловку позвал нарушил девка вы проснулся вкусного запаха как вы мать я уже пообедать старик встал и стал кем-то подумал что мне стало страшно не сломать ли он себе что-нибудь при этом я хотела что-нибудь приготовить дезодорим подошел к столу если рядом со мной как успехи в полиции она мы сейчас расскажем ну ладно обед оказался не хуже завтра к этому готова превосходно и в отличие от химицы у нее все получалось одинаково вкусные простые блюда и сложные химица могла удивить борщом ночи частенько сам простые вещи у них выходили пресноватыми спасибо на здоровье это самое меньшее что я могла сделать когда мы собралась убирать посуду со стола но я оставил и остановил точнее минуту сгалер на прикольно когда мы собралась убирать посуду стороны оставили нету что этот раз я сам помою хорошо улыбнулся ты это еще вода и давай ему послушала разговор с дедом он до сану мы с этим сегодня собирались играть а это лет подождите из них хунда сану мы с ним все не собирались играть самая важная жизнь и твои углы и богу как думаете но уверенно что когда фонда сану ведь через трансгер он поймет что матч отменяется старик ответил не сразу да вы море были делом все мои жизни я понимаю что ты не так много времени так прожила но я надеюсь что когда-нибудь оставлю ресторан тебе растение занялся наукой ты могла бы выйти замуж за не касану и принять его в семью дедушка воскликнул по-другому его волоса сушится как гнев так и смущение ну ладно мне пора куда обернулся дело то что случилось в ресторану конечно так и для нас никто не погиб и жизнь продолжается я не знал что на это сказать вы теперь соседи но это еще и не дает мне право листью жизнь суши 7 не касано дедушка какие дела близки ну ладно окей на ночь уже осадок не прошел без каких-либо происшествий мы немного поговорили с рекламу о том осен и посмотреть телевизор только читал книгу приготовил лучшим и наконец не выдержал а вы не знаете куда ушло когда на блязь я понял не знаю протянул он словно и вовсе не понял вопросы она часто вот так вот где-то пропадает допоздна не как он ты должен понять что как вам быть он тяжело после смерти матери мало общались когда ее на сам выложила ну а потом они сиди развелись довольно рано он вздохнул мутным старческим взглядом осталось его двор залит и лунным светом разводы во времена моей молодости никто такому подмыслить не мог прошло когома явно скрыл много секретов и мне хотелось узнаем побольше но когда уже собирался начать распорваться раздался звонок в дверь о пришла вернулась когда она и открыла она вежливо поприветствовал меня и зашла в дом держа какой-то пакет в руках и что это это называется ужин как он подошел к плите и снял крышку сковородка только оставил ей немного гёдзе так гёдзе гёдзе это блюдо китайские изначально а также японской и коренской кухни одна из заготовидности пельменных изделий этого реки вону в них хоть мясо есть она намекала на то что пельмешки были паффу полуфабрикатами ну мы же не знали во сколько ты вернешься уклончиво уклончиво ответил я ясно я устал и пойду спать хорошо спокойной ночи было еще не так поздно только по моим местам иди спать многие после действительно в это время уже спали я тоже пойду не как он иван спокойной ночи моё кисан вскоре остался один и моя кухня первое за долгое время показалось пустой и безжизненный сон и из него вынесли все мебели бытовую технику и не чувствую себе здесь одиноко уже уже давно может дело химиса которая создала атмосферу уюта может в том что иногда все же накатывали воспоминания погибших родителей но теперь когда в комнате спят в общем то чужие люди начинаю понимать насколько велик это дом для одного единственного жильца но это да сон не шел еще долго ворочился с кровати кровати с книжкой пока наконец не отключился все расспросы к гумы и экскурсы я прошу это завтра ладно окей тоже в следующей серии просто реально уже порядком устал поэтому ладно ой блин ну теперь 21 сентября блять а вот кстати хз сколько нам еще мне еще придется читать это все так ладно что тут понедельник день тяжелый вот на этом мы закончим завтра день и точнее сегодня день я сегодня продолжу играть теперь спать мне тоже нужно спать а он просыпается николай ладно всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео с вами был некий сама какая-то удачи всем и ложитесь спать если нужно ладно а я-то я пойду спать от монтирую но потом уже спать